Этой ночью приснился сон. Обычно мне моя мама снится только в ужасных снах. Я просыпаюсь в холодном поту, я кричу. Или моя мама в виде стаи диких животных, тигров, диких волков нападает на меня, охотится на меня, съедает меня. Всегда очень такие страшные сны. И сегодня, я даже не помню, когда у меня был такой добрый сон, связанный с моей мамой. Не знаю, у меня прям очень смешанные чувства, необычные. Я расскажу вам, какой сон мне приснился. Кстати, была похожая обстановка, как здесь. Я, да, сижу на своей кровати, и вот вот рядом со мной кресло, и рядом со мной на кресле сидит мама. Это очень интересно, что у меня получилось здесь именно записывать. Очень похожая была обстановка в этом моем сне. Я сейчас нахожусь у женщины пожилой, я у нее ночую, потому что ее родственники уехали. То есть это вообще даже не мой дом. И я говорю маме, мама, а ты знаешь признаки нарциссизма и признаки психопатии? Дело в том, что я очень много раз проигрывала, как я смогу говорить с мамой. Как я могу немного ей объяснить то, как я чувствую, то, кем я являюсь, чтобы она хотя бы даже немножко увидела меня за вот этой своей психопатии. И интересно, что решение этому мне предложил как раз сон. Я очень благодарна ему, благодарна своей душе, благодарна своему подсознанию, что он мне вот такие подсказки посылает. И я вот таким образом как бы в этом своем сне подошла издалека к вот этой теме больной моей мамы и моему разговору с ней. И это было рискованно на самом деле. У меня уже были идеи спросить у нее это, но мне становилось страшно, я даже переставала думать об этом. И вот сон меня привел к тому, что я как бы прожила симуляцию этой ситуации. И моя мама изменилась в лице, то есть у нее сработали вот эти защиты психопатические. И у нее стал опять вот этот звериный взгляд, когда они заходят в этот свой мод психопатический. И у них получается просто взгляд звериный. Это не человеческий взгляд. Это взгляд выживающего рептилии. И вот опять появился этот взгляд, но во сне, как ни странно, я его не боялась. Обычно я очень-очень боюсь свою маму вообще до ужаса. Ну, на самом деле это была ее цель все время до такой степени запугать, да. Она чувствует же себя очень беспомощной, вот этой трехлетней девочкой. И ей нужно всех очень сильно отпугнуть и запугать. Все, которые просто не являются ею, не являются продолжением ее. И я, соответственно, росла с этим, я очень боюсь ее. Но в этот момент я по-доброму ей говорю, как бы вот, как бы с сочувствием о ее недуге. Я говорю, ты знаешь, и она меняется в лице вот в это звериное состояние. Но это не меняет мое отношение к ней, уже новое мое отношение к ней. И она бросает в меня расческой. То есть физически как бы еще больше подвергнуть меня какому-то отторжению, какому-то влиянию. И я говорю ей, мама, ты знаешь, а я, несмотря ни на что, я хочу обнять тебя. И я вот так, просто вот так и к ее бедрам, к ее талии, вот так наклоняюсь на кресло и обнимаю ее. И после этого я просыпаюсь. И я чувствую тепло тела моей мамы. Я чувствую ее энергию. И этого для меня достаточно. Я принимаю свою маму в одностороннем порядке, со своей стороны. Потому что я другой человек. Я отличная от своей мамы. И мое решение любить. И мое решение принимать. Я не могу сказать слово прощать. Потому что оно неправильно. Прощать можно кого-то, кто просит прощения. Меня же никогда не просили прощения. И вряд ли попросят. Мой отец, у него перед смертью буквально было какие-то сомнения по поводу того, что вообще происходило у нас в доме. Но он не выдержал этого. И через несколько дней он умер. У него был инсульт. И он после недели в коме умер. После нашей беседы. От мамы я даже не надеюсь ни на что. Но это мне и не нужно. Этого не нужно мне. Для того, чтобы принять ее как мою любимую маму. И я люблю ее. Я люблю со своей стороны. В любом случае. И мне было очень приятно. Даже во сне прикоснуться к ней. И обнять ее. И пусть она была все той же маленькой, отвергающей и злой девочкой. И я понимаю ее как эту несчастную девочку. Мне очень жаль для нее. Очень-очень жаль. Я очень сочувствую своей маме, что она прожила то, что прожила. И мне очень жаль, что у нас нет отношений с ней. При том, что реальные отношения с ней, возможно, очень опасны для меня. Но я всем сердцем люблю ее. И я всем сердцем принимаю ее. И я всем сердцем, да, прощаю ее. Это все-таки хорошее чувство.